Начинаем. Соответственно, у нас вторая часть, Алексей Сергеевич Расторгиев, я представляла в прошлый раз, так что слушаем дальше. Всем добрый день, надеюсь, меня слышно. Итак, сегодня мы с вами сконцентрируемся на результатах, которые принесла нам миссия ГАЯ. Хотя мы понимаем, что последний каталог, третий релиз данных, он базируется на наблюдениях всего лишь 34 месяцев, а прошло уже 10 лет, то есть 100 с лишним месяцев, но всё равно не безинтересно посмотреть, что нам дали результаты ГАЯ для астрономии и астрофизики вообще. Но поскольку проект ГАЯ в первую очередь интересует нас всех с астрометрической точки зрения, поскольку он связан с системой координат, с астрометрией, с параллаксами, собственными движениями, то у меня, конечно, в лекции будет крен именно в эту область, хотя мы затронем немножко и астрофизику. Итак, одна из основных задач ГАЯ, как вы понимаете, это установление новой системы отсчёта, базирующейся на квазарах. До сих пор в астрономии использовались данные, полученные с помощью, на основе наблюдений спутника Гипаркас, где референтная система была основана всего лишь на положениях 240 квазаров. Сейчас миссия ГАЯ сильно расширила эти возможности. И вот в этой замечательной статье, программной статье, как раз описывается то, чего удалось достигнуть. Миссия ГАЯ сейчас базируется на положениях примерно 1,6 миллионов квазаров, из которых для примерно миллиона двухсот с лишним тысяч получены пятипараметрические решения. Как мы с вами уже знаем, это лучший способ решения астрометрии. И для примерно четырёхсот тысяч квазаров, соответственно, шестипараметрическое решение. И вот эти квазары, они и задают систему отсчёта, которая называется ГАЯ, ЦРФ и, естественно, троечка, поскольку основана она на данных для третьего релиза ГАЯ. Откуда взялись эти квазары? Я уже говорил, что ГАЯ, в принципе, в перспективе будет сама открывать новые квазары и их приобщать, так сказать, к созданию системы отсчёта и к определению всевозможных параметров. Но вот та выборка, о которой я говорю, она взята из 17 разных каталогов, которые основаны и на радиоастрономических наблюдениях, и, в частности, на данных космических миссий, например, миссии Олвайзер. Вот тут 580 тысяч квазаров – это то, на чём основывались первые данные ГАЯ. Сейчас число квазаров расширилось за счёт привлечения и других каталогов. Вот ссылочки все необходимые здесь есть на все вот эти результаты исследований квазаров наземными космическими средствами. Ну вот, такова вот примерно статистика. Пятипараметрическое решение, шестипараметрическое решение, всего 1,6 миллиона квазаров. Если все эти квазары, каждый из них, нормировать на дисперсию и, соответственно, на среднее положение, то получается вот примерно такая картинка распределения. Это нормализованное гауссовое распределение, сдвинутое на 17 микросекунд. Как мы знаем, это медианная ошибка, систематическая ошибка параллаксов ГАЯ. В идеале она должна быть симметрична относительно прямой, проходящей через ноль. Но только после сдвинута на эту величину. Верхняя кривая – это пятипараметрическое решение. Все квазары с пятипараметрическим решением, нижняя – шестипараметрическим решением. Ну и аналогичным образом выглядят диаграммы для собственных движений, тоже нормализованных в соответствии со значениями собственных движений каждого индивидуального квазара и индивидуальная ошибка определения. Вот такие очень красивые нормализованные кривые. Авторы вот этой статьи, про которую я говорю, программной статьи, первым автором является Сергей Клеонер, который как раз ответственен за всю астрометрию, по большому счёту, и за создание системы координат. Они утверждают, что общее вращение, остаточное вращение системы отсчёта, а от него избавиться практически невозможно, оно сейчас находится на уровне не больше нескольких микросекунд дуги в год. А как мы с вами знаем, 10 микросекунд дуги – это примерно точность тех астрометрий, которые нам обещаны авторами вот этой миссии. Существуют небольшие систематические ошибки собственных движений, вот они имеют порядок 12 микросекунд в год, но поскольку ошибки собственных движений характерны, они достаточно большие, 20-30 микросекунд дуги в год, то эти ошибки не слишком сильно мешают нам изучать кинематику. Ну вот легко сообразить, что при ошибке собственного движения 10 микросекунд в год звёзды на расстоянии 5 килопарсек от нас имеют ошибку тангенциальной скорости всего лишь четверть километров в секунду. Это на порядок меньше, чем характерная ошибка, например, лучевых скоростей. И именно по этой причине данные ГАИ позволяют нам очень эффективно изучать кинематику. Ну, теперь давайте поговорим о расстояниях и о параллаксах, поскольку ГАИ – миссия, нацеленная на массовое измерение высокоточных параллаксов и определение расстояний для двух целей. Первое – это расстояния сами по себе, которые дают нам возможность изучать строение нашей галактики. А второе – это калибровка светимости стандартных свечей. К каковым относятся целый ряд пульсирующих переменных, таким как классические цифииды, цифииды, сферические составляющие, лириды, ярчайшие звезды – красные гиганты, красные гиганты сгущения, карлики, субкарлики. В принципе, каждая звезда может быть в каком-то смысле стандартной свечой. Как мы с вами знаем, для калибровки светимости используется вот эта вот формула, которая включает в себя абсолютную звездную величину, видимую величину, расстояние, ну и без поглощения тоже ничего не сделаешь. Ну, как мы понимаем, это формула двойного назначения. Зная абсолютную величину и видимую величину, мы можем оценить расстояние, и в частности, до далеких галактик, содержащих другие стандартные свечи, такие как термоядерные сверхновые типа 1А. А с другой стороны, соответственно, зная расстояние и видимую величину, мы можем оценить абсолютную звездную величину. Ну, сюда, конечно, замешано поглощение, но с этим уже ничего не сделаешь, надо каким-то образом его учитывать. Ну, понятное дело, что из-за того, что измеренные параллаксы имеют ошибку, и не маленькую ошибку, и не только случайную, но и систематическую, нельзя в качестве оценки расстояния использовать обратную величину параллакса. Вот такую оценку, обычно в литературе, современные называют наивной оценкой для расстояния. Естественно, такая наивная оценка может быть использована, если у вас параллаксы не обладают систематическими ошибками, это раз, и если случайная ошибка очень и очень мала, примерно 1-2%. К сожалению, таких данных мы сейчас не достигли, а может быть и не достигли. И из-за наличия случайных и систематических ошибок параллаксов, очевидно, задачу надо решать какими-то другими методами. И ещё мы должны вспомнить, что в Гепаркос в своё время, в оригинальной версии, 10% параллаксов оказались отрицательными. После переобработки Ван-Льюином в 2007 году доля отрицательных параллаксов упала до 3%. В Гайо, где почти 1,5 млрд звёзд с хорошей астрометрией, 20% звёзд имеют отрицательные параллаксы. Ну, и примерно половина квазаров, что неудивительно, потому что у квазаров теоретически параллакс равен нулю. Значит, измеренный параллакс у половины будет положительным, у половины – отрицательным. Но что касается звёздных параллаксов, то причина возникновения отрицательных параллаксов очень простая. Ведь параллакс определяется из пятипараметрического решения для системы уравнений, описывающих изменения звёздных координат. Он, строго говоря, считается математическим параметром. И поэтому, если у вас изменяющиеся координаты звёзд имеют какие-то ошибки, то у вас может случиться так, что параллакс, как математический параметр, оказывается отрицательным. Вот на этой картинке как раз это зримо и показано. Синяя кривая – это то, как должны меняться координаты какой-то конкретной звёздочки, находящиеся на расстоянии 2,5 килопарсека. Вот таким вот образом. Такая вот кривая циклоида. Но если мы измерим координаты с какой-то точностью, сравнительно низкой точности, это вот красные точки с RR-барами, то компьютер, тупо решив систему уравнений, получит вот такую вот циклоиду, жёлтенькую штриховую, которая соответствует отрицательным параллаксам. Отрицательным, потому что по сравнению с теоретической кривой отклонение, параллактическое отклонение у вас наблюдается в обратную сторону. Ну, причин здесь много. Это не только ошибки и наблюдения, но в частности в том, что Гайя, алгоритмы, используемые в Гайе, они трактуют звезду как одиночную, тогда как мы с вами знаем, что большинство звёзд являются двойными и кратными системами. Ну, что делать с отрицательными параллаксами? Самое простое, казалось бы, просто взять их и выбросить, не заметить. Но уж очень их много. Почему их тут больше, чем Гепаркос? По одной простой причине. Гайя измеряет параллаксы звёзд до 20-й с лишним звёздной величины. То есть это слабые звёзды, значит, среди них много далёких. А у далёких звёзд параллакс маленький, и если наше измерение происходит с какой-то конечной точностью, мы легко можем получить не в качестве оценки параллакса отрицательную величину. Но я считаю, и многие астрометристы считают, что отрицательные параллаксы не стоит отбрасывать, особенно если речь идёт об обработке массовых данных, то есть о работе с большими выборками данных. Эти параллаксы, они тоже несут полезную информацию о расстояниях. Какую? Ну, поскольку речь идёт о малых параллаксах, то значит, что это звёзды далёкие. Если у звезды мы измерили отрицательный параллаксов, скорее всего, это очень далёкая звезда. Помогают нам решать эту задачу байесовские оценки, байесовские принципы математической статистики, которые оперируют с априорными распределениями и с апостериорными оценками тех или иных значений. Ну, байесовские методы в астрометрии родились не сейчас. Первыми, кто их начал использовать, были, наверное, Люци Келькер, которые в 1973 году первыми предложили рассмотреть вот такую вот задачу. А суть байесовских методов состоит вот в чём. Ну, скажем, у нас есть некоторое истинное значение параллакса, и мы измерили какой-то параллакс, приписали ему какую-то ошибку из-за решения, так сказать, вот этой системы уравнений для пяти неизвестных. И мы можем предположить, что измеренный параллакс отличается от истинного в пределах вот этой самой ошибки. И вот эта вот функция распределения показывает относительное рассеяние измеренных и истинных параллаксов. Ну, тогда условная вероятность того, что параллакс имеет некоторое истинное значение при измеренном параллаксе, она вот формулой байеса известной описывается, где справа стоит безусловная или априорная вероятность распределения истинных параллаксов или расстояний. То есть, грубо говоря, для того, чтобы оценить истинный параллакс, исходя из измеренных данных, мы должны сделать какие-то предположения о том, как на самом деле распределены звёзды вдоль луча зрения. Ну, вот для этой функции правдоподобия обычно используется нормальный закон распределения, который всегда работает, если на результат измерения, как вы знаете, действует множество мелких причин, случайных причин, это известная центральная предельная теорема. Вот. А для распределения, для априорного распределения истинных параллаксов мы должны использовать какую-то конкретную модель галактики, модель распределения звёзд. И, исходя вот из этого байесовского подхода, мы с вами должны чётко понимать, что на практике мы определяем никакое неистинное расстояние, никакой неистинный параллакс, а что-то вроде наивероятнейшего параллакса. Наивероятнейшего в том плане, что он соответствует нашей гипотезе. Ну, и так, первыми были Люци Келькер, кто эту методику применил, и в качестве априорного распределения расстояний они рассмотрели модель однородного распределения. То есть распределение звёзд вокруг нас с вами с конечной и одинаковой плотностью. Ну, в результате вот легко сообразить, как будет выглядеть функция распределения истинного параллакса. И тогда вот то, что мы определяем, байесовская оценка, будет находиться путём нахождения максимума вот такой вот функции. Нормальный закон умножается на истинный параллакс к степени минус 4. К чему приводят вот такие эффекты? В случае однородного распределения легко сообразить, что у нас происходит недооценка расстояния, если мы не делаем байесовская оценки расстояния параллакса, и, соответственно, недооценка светимости, что очень важно, когда вы пытаетесь по измеренным параллаксам калибровать светимости стандартных свечей. Величина эффекта зависит от относительной ошибки. И вот на этой картиночке я изобразил, соответственно, куда сдвигается максимум функции распределения истинного параллакса, если мы увеличиваем относительную ошибку определения. 5-процентная ошибка практически не даёт смещения. 10-ти даёт 15-20. И вообще, если ошибка совсем большая, то у нас получается распределение, не имеющее характерно выраженного максимума. И эти эффекты достаточно заметны, и их в течение многих лет называли вот это смещение статистическим смещением Люци Келькера. И вычисленные наивные расстояния, они, естественно, всегда меньше истинных расстояний. Ну, кстати говоря, в литературе долго после того, как появилась вот эта замечательная работа Люци Келькера, обсуждался вопрос, а вот когда надо применять вот эту поправку Люци Келькера, учитывать вот этот эффект? Вот, скажем, когда мы имеем массу звезд, изучаем, так сказать, их кинематику или распределение, то очевидно, это надо, потому что эффект статистический. А если звезда одна, нужно применять вот этот метод, Байсовский или нет? И люди высказывали в свое время разные точки зрения, а сейчас все по умолчанию пришли к тому, что этот эффект надо учитывать, даже если вы имеете дело с одиночными звездами. Ну, варианты такого же подхода, например, можно распределить на распределение, на распределение, обобщить на распределение звезд в диске галактики, то есть это однородное двумерное распределение. Ну, тогда легко сообразить, что немножко изменится вид вот этой вот функции. Тут уже истинный параллакс будет в минус третьей степени. На смещение будет в ту же сторону и несколько меньше, чем в случае просто однородного распределения. Одним из людей, кто в настоящее время работает над теоретической стороны, над вот этими Байсовскими оценками, является один из лидеров вот группы, занимающейся проектом Гайя, Корин Байлер Джонс. В 17-м году он выпустил даже вот такую книжечку, которая называется «Практические Байсовские методы для физиков», где как раз в первую очередь уделено место так сказать, вот этим Байсовским оценкам. И в последних каталогах Гайя две его оценки при расстоянии как раз вот и приводятся наряду со всеми остальными данными. Ну, первое, что он сделал, он предложил рассчитывать так называемое геометрическое расстояние, которое соответствует модели трёхмерного распределения с экспоненциальным падением концентрации в разные стороны, но с разным показателем экспоненты. Ну, легко сообразить, что такой подход, при котором, соответственно, вот функция распределения умножается на экспоненциальный множитель по расстоянию с какой-то характерной длиной, так вот, такой подход, он, по сути дела, мимикрирует неполноту данных в каталоге. Действительно, чем более слабые звёзды, тем больше недостаток этих звёзд в каталоге в любом на больших расстояниях. Это с одной стороны. А с другой стороны, в некоторых направлениях мы реально видим экспоненциальное падение плотности, например, по направлению к галактическим полюсам. Так что, вот эта вот шкала, шкала длин, радиальная шкала, она зависит, естественно, от координат. Вычислялось это, да, вот этот его подход, он реализован в 2018 году, когда к каталогу Гайя был приоттачен, как говорится, каталог Байлер-Джонса, содержащий расстояние, вычисленное вот таким образом для миллиарда трехсот тридцати миллионов звезд. Радиальная шкала была взята из модели, Бизонсонской модели галактики, о которой я вот старокурсникам всегда рассказываю. Это одна из наилучших моделей распределения масс в галактике. И вот на основе этой модели, на основе этой модели вычислена эта шкала для разных координат. Все небо было поделено на 49 тысяч площадок, каждая из них площадь меньше одного квадратного градуса, и просто-напросто в рамках этой модели было построено распределение звезд в данном направлении. Гистограмма оценок шкалы расстояния она вот примерно такая. И именно на основе такого усовершенствованного Байесовского подхода были вычислены многочисленные расстояния для звезд. Ну, на втором курсе, когда я читаю лекции, я студентам даю фрагмент такого каталога и прошу вычислить вот эти Байлер-Джонсовские геометрические расстояния с помощью простых методов. Ну, на самом деле тут все просто. Итоговое распределение, а пастериорное распределение расстояний при измеренном параллаксе задается вот такой вот формулой, куда входит измеренный параллакс, его ошибка и шкала длин. И для того, чтобы наша с вами задача найти максимум этого распределения, то есть наивероятнейшее геометрическое распределение. Делается это очень просто, как нас с вами учили всех, для того, чтобы найти максимум некоторой функции, надо производную приравнять к нулю. Тупо дифференцируем, получаем вот такое в итоге уравнение, которое легко сводится к кубическому уравнению. Его можно решить методом кардана и наивероятнейшее расстояние выражается через параметры вот этого метода кардана. Разумеется, сделать это можно не всегда, потому что, если, скажем, параллакс сильно отрицательный, на ошибку очень мало, то решение уравнения кардана не будет. Ну вот вам пример того, как даже для отрицательного параллакса мы можем найти какую-то оценку наивероятнейшего расстояния. Вот, скажем, параллакс измеренный минус полмиллисекунды, это очень сильно отрицательная величина, с такой вот ошибкой. Применив метод Байлер-Джонса, мы получаем такие реалистическую оценку, почти 10 килопарсекс, но с достаточно большой ошибкой. Ну, что и понятно, именно плохо измеренные параллакса далеких звезд должны быть, могут быть и могут быть отрицательными. Вот. Ну, конечно, для отрицательных параллаксов, у которых формальная относительная точность велика, вы не получите разумной никакой оценки. Ну, очевидно, апостериорное распределение расстояний, оно не симметрично, оно не гауссово, оно вот немножко наклонено в сторону больших, имеет хвост в сторону больших расстояний, поэтому возникает вопрос, как приписать ошибку вот этому измерению. Сама ошибка расстояния, это, естественно, координаты максимума распределения, а в качестве верхней и нижней границ расстояния Байлер-Джонс предложил выбирать такие границы, в пределах которых 68% площади под этой кривой. И вот все эти величины приведены в отдельном каталоге, который сопровождает второй каталог Гая, второй релиз каталога Гая. В нем приводится расстояние, нижняя оценка, верхняя оценка, а заодно и параметр, существенный, ключевой параметр, это параметр экспоненциальной длины. Но Байлер-Джонс естественно на этом не остановился, и уже к третьему релизу, к предварительному, EDR3, и к третьему релизу он выпустил каталог, содержащий уже почти полтора миллиарда расстояний, вычленных двумя методами. Первый это обобщение его предыдущего подхода, геометрического, как вы видите, сюда введены тут примерно то же самое, но только вот параметры степеней немножко другие обобщены. Вот, и кроме того, он предложил вычислять еще и фотогеометрическое расстояние, как расстояние, которое базируется на априорных оценках расстояния, включающих не только линейное изменение плотности звезд, концентрации звезд и луча зрения, но и вид диаграммы в той или иной области галактики. И вот он и предложил в качестве вот этого фотогеометрического расстояния, апостериорной оценки, более сложную формулу, помимо вот нашей привычной априорной оценки расстояния геометрической еще и вводит, учитывает блеск звезд и показатель цвета. Вот как это называется аргументом вот этой вот априорной вероятности является, собственно говоря, грубая априорная оценка абсолютной величины звезд в полосе G. Из-за того, что подавляющее большинство звезд, которые мы видим, так сказать, вдоль луча зрения, это звезды, лежащие на главной последовательности. И вот второй каталог, включающий геометрические и фотогеометрические оценки, вот его фрагмент показан здесь, вот геометрические оценки минимальные и максимальные расстояния, фотогеометрические с минимальным и максимальным расстоянием. Ну, надо сказать, что фотогеометрические оценки, они в каком-то смысле гораздо более сложные. Как мы вот на этих рисунках показаны апостериорные распределения для звезд фото геометрические и геометрические разным цветом. Вот геометрические это синие линии, мы видим, что они все одномодальные, то есть наличствует явный максимум, а фотогеометрические иногда имеют несколько таких максимумов, локальный и глобальный максимум, то есть многомодальность распределения. А черным цветом покажены наивные оценки, то есть обратные оценки по сравнению с измеренным параллаксом. Ну, и мы видим, что все три оценки в общем случае они, конечно, различаются между собой и хорошо совпадают, если относительные ошибки параллаксов малы. Вот на этих двух картинках показано распределение звезд второго каталога Гая в галактической плоскости, в проекции на галактическую плоскость, слева расстояние геометрические Байлер-Джонса, а справа наивные оценки. И мы видим радикальное отличие этих двух распределений, а именно среди, если брать только наивные оценки, то у вас получается очень большой диапазон расстояние, звезды размазаны по очень большому объему, в то время как геометрические расстояния все-таки сильно ограничивают сферу видимости звезд. Ну, вот интересно, что мы, собственно говоря, получаем. Если мы используем Байсовский подход, как мы с вами видим, нам нужна априорная информация о том, как устроена галактика. А для того, а собственно для чего мы все затеяли-то? А мы как раз и затеяли все для того, чтобы узнать, как устроена галактика. И получается такой вот парадокс в виде что-то вроде замкнутого круга. Чтобы найти расстояние, надо знать заранее, как галактика в тех или иных направлениях устроена. А чтобы знать, как она устроена, нам нужны расстояния. Поэтому реально, естественно, мы идем методом последовательных приближений. Ну и, конечно, без Байсовских методов не обойтись, потому что это мощные средства в статистике, а параллаксы это нечто измеренное. И, естественно, сейчас вот это вот все очень активно работает. Существует много работ о том, как по параллаксам вычислять расстояние. Вот неполный список этих работ я привел. И тут вот четыре работы Корина Байера-Джонса, как одного из ведущих специалистов в этой области. И он недавно выступил с новым предложением. Он теперь предложил рассчитывать кине-геометрические расстояния. Геометрические расстояния учитывали только распределение лучевой концентрации звезд. Фотогеометрические еще и вид диаграммы Гершинга-Рассела. А здесь предлагается одновременно определять и параллаксы, и компоненты тангенциальной скорости. Вот эти расстояния он назвал кине-геометрические. Пока они еще не вычислены. Работа вышла в декабре 23-го года, но я полагаю, что к четвертому и пятому релизу это все уже будет применено. Ну, по сути дела, тот же самый метод. Апостериорное распределение выражается через априорное распределение, которое само, в свою очередь, опирается на геометрическое распределение звезд лучозрения и на максимально правдоподобные оценки тангенциальных скоростей. Вот такая вот геометрия. Пока что эти расстояния смоделированы для выборки ГАЯ. И вот что получается. Вот смотрите, здесь относительное различие расстояний кине-геометрических и истинных некоторых, поделенных на истинные расстояния. И геометрические расстояния с расстоянием ведут себя так, как ведет вот эта синяя линия. Вот они сначала почти нулевые на малых расстояниях, потом где-то большие достаточно, потом снова большие в обратную сторону. Кине-геометрические это желтые линии. И мы видим, что на всем диапазоне расстояния, вот до десятка килопарсек, вот эти кине-геометрические расстояния имеют большую точность. Они ближе к линии нулевых различий между кине-геометрическим и истинным расстоянием. Ну, Байлер-Джонс считает, что эти расстояния будут примерно на четверть точнее, чем все, что было до сих пор. И вот такую он оценку сделает ожиданий от пятого релиза каталога Гайя, ожидает он в связи с этим. Вот синие это геометрические расстояния в применении к новому, к последнему релизу каталога, а желтые кине-геометрические. Ну и действительно, везде они немножко лучше. Но это все дело будущего. Ну, теперь я еще должен сказать вот о чем, раз уж мы говорим о параллаксах, собственных движениях. Пяти и шести параметрические решения, как вы знаете, делаются с разной степенью надежности. Одним из критерий надежности нам с вами предложено считать значение Руви Ренормалайз и Юнит Ветера. То есть ошибка единицы веса, ренормализованная ошибка единицы веса, которая приведена во всех ключевых каталогах ГАИ. И авторы этого проекта нам говорят о том, что следует использовать те данные, у которых это Руви меньше 1,4. Ну, я уже сказал, что ГАИ по умолчанию все объекты считает одиночными. Если объекты реально не одиночные, очень два-три тесных изображений, которые трудно различить, то тут как раз Руви может быть большим. Вот именно поэтому рекомендуется использовать значение Руви маленькие. Ну, и кроме того, если звезда, ненормальная звезда, скажем, молодой звездный объект, окруженный инфракрасной оболочкой, таких объектов в галактике миллионы, то для них тоже получаются достаточно большие значения Руви. А теперь давайте посмотрим, как на самом деле. Вот на этой картинке я взял просто область рядом со скоплением Ванденберг-130, в котором есть и нормальные звезды, и звезды, и прото-звезды, и есть эффекты дифференциального поглощения, потому что это погруженное скопление, погруженное в газополевую среду, и посмотрел, как связаны ошибки параллаксов собственных движений с параметром Руви. Вот параметр Руви, алгоритмическая шкала, а вот точность параллакса. И мы видим, что даже у тех звезд, у которых вот это Руви невелико, могут быть очень большие ошибки параллаксов. И наоборот, у звезд с большими Руви ошибки параллаксов поменьше. Вот, то же самое относится к собственным движениям. Около единички хорошие, как бы хорошее значение, определение, может быть большая ошибка собственного движения. И наоборот, с большими Руви всё не так плохо. Ну и так вот всё это связано ещё и с величиной в полосе G, в очень широкой полосе G, где мы видим, что среди звёзд достаточно ярких есть звёзды с большими Руви. Так что нельзя так уж безусловно опираться на эти рекомендации я бы советовал так, хорошо, в первом приближении мы возьмём объекты с маленьким параметром Руви, что-то сделаем, а потом, скажем так, будем немножко ослаблять вот эти вот границы в сторону их увеличения и смотреть, что получается. Ну, теперь насчёт того, насчёт уточнения светимости стандартных свечей. Я уже сказал, что это одна из интереснейших задач современной астрометрии и, собственно, ради этого это одна из целей, которые ставили перед собой создатели этого проекта. Ну, вот тут я привожу такую цитату из статьи Люри 18-го года, который предлагает очень интересный такой подход к калибровкам стандартных свечей. Он пишет очевидным путём, чтобы избежать проблем, связанных с наивным преобразованием наблюдаемых параллаксов в расстоянии, является работа в пространстве параллаксов по, так сказать, в противовес пространству расстояний, в той мере, в какой это возможно. О чём здесь идёт речь? Если у вас параллакс распределён по нормальному закону, то расстояние определённое по параллаксу будет, конечно, иметь некоторое распределение асимметричное с хвостом в сторону больших расстояний. А статистика очень хорошо умеет работать методом от статистики с нормальными распределениями. И вот в рамках его совета, собственно говоря, вышло несколько работ, где есть попытки определения работы, скажем, в пространстве параллаксов. Потому что измеренный параллакс считается распределённым по нормальному закону. И нам привычнее работать методами классической статистики именно с такими распределениями. Вот, пожалуйста, пример из недавних работ. Попытка, скажем так, как бы мы вот таким, с таким советом Люри стали бы выводить зависимость, период светимости, металличность для цифиит или звёзд типа Эррлиры. Вот те, да, вот ЭБЛ это астрометрикой бейс-люминосики, это функции, которые связаны непосредственно с абсолютной величиной, но не равна абсолютной величине. Она определяется вот как. Поскольку у нас абсолютная величина выражается через видимую величину исправленную запоглощение и через расстояние, давайте-ка мы 10 возведём в этой степени, точнее не в этой степени, в 1-5 абсолютной величины, и мы получим тогда вот какую вещь. Получим величину, которая равна параллаксу в миллисекундах, умноженную на некоторую функцию, которая включает в себя исправленную запоглощение видимую величину. И вот поскольку параллакс распределён по нормальному закону, то вот эта вот комбинация, она как раз и будет реализацией Совета Люри работать в пространстве параллакса. Если у нас абсолютная величина, абсолютная величина определяется через период, как это у цифиитовый лилит происходит, и имеет ещё и металличность, то мы можем астрометрически основанную на астрометрии светимость, функцию такую хитрую, выразить вот в таком вот виде и дальше уже по выборке звёзд определять все эти коэффициенты, имея в виду, что параллакс положительный и распределён по нормальному закону. Вот в 23-м году вышла работа Круса, Рейса и Андерсона, где как раз это всё и было реализовано и статья называется «Калибровка светимости классических цивилин с точностью лучше 1% под данным третьего релиза Гая, где вот эта вот самая функция представлена вот в этом самом виде. Астрометрически основанная светимость, основанная на астрометрии. Разумеется, это не прямая линия, а что-то типа логарифма. Вот и по большому числу звёзд членов звёздных скоплений рассеянных и цифиит поля такая вот очень хорошая зависимость была сделана. Её можно перевести в функцию в зависимость функции Визенхайта от периода, она уже будет прямолинейной и на современном этапе это одна из лучших зависимостей калибровочных для классических цифинит. Но я напоминаю, чем функция напомню, чем функция Визенхайта отличается от абсолютной звёздной величины. Вот функция Визенхайта её можно определить зная два цвета и определенную полосу фотометрическую. Но в частности для Гая можно её записать в таком виде. То есть это абсолютная величина Гая плюс показатель цвета умноженный на некоторую константу, которая равна ничему иному как отношению величины поглощения в полосе G к избытку цвета P-R-P. И напоминаю, что функция Визенхайта очень хорошо, с помощью функции Визенхайта удается очень хорошо избавиться от эффектов дифференциального поглощения. Поскольку в галактике мы наблюдаем, например, выборку цифиит в разных концах галактики, в разных направлениях, везде поглощение разное, то очевидно нам нужно каким-то образом бороться с этими эффектами. Не зная нормальных цветов цифиит, мы просто так задачу решить не можем. А вот функция Визенхайта опирается только на видимый показатель цвета и с её помощью это всё легко решается. Ну, коэффициенты для функции Визенхайта в таком вот выведенных с помощью астрометрически основанной сведенности показаны вот на этих картинках. И мы можем увидеть, что точность определения наклона и нульпункта очень велика, гораздо больше, чем это удавалось сделать до сих пор. И опирается она на большое количество цифиит. Если наиболее надёжные зависимости период светимости раньше опирались на десятки всего лишь цифиит от членов рассеянных скоплений или цифиит с наиболее надёжными параллаксами, то здесь уже сотни объектов. Это хороший путь, так сказать, к пересмотру всех наших представлений о шкале расстояний. Ну, сейчас очень активно Байесовский подход продвигается в сторону иерархических Байесовских оценок. Ну, если простой Байесовский оценок сводится к решению вот такого уравнения, апостериорное распределение параметров при заданном наборе данных, а здесь соответственно априорное распределение параметров, то в таком случае само априорное распределение параметров, оно в свою очередь считается зависящим от набора гиперпараметров. Ну, и вот в частности Дельгадо с компанией реализовали это тоже к задаче определения параметров зависимость периода светимости металличность для лирит и цифиит. Ну, я пролистну здесь так сказать эти детали надо сильно разбираться в этой статье, но просто этот подход не очень простой, вот вы видите как какими могут быть вот эти самые гиперприорные распределения параметров, которые используются в рамках этого подхода. Но, по-видимому, подход имеет весьма хорошие перспективы. Ну, теперь давайте поговорим немножко об астрофии. Вы знаете, что третий релиз Гайя сопровождается данными о 471 миллионе звезд, у которых определены астрофизические параметры на основе наблюдательных данных, полученных Гайя. Ну, этим занимается модуль, который называется АПСИС. Это сокращенное название астрофизической системы вывода астрофизических параметров звезд. Эта система включает в себя несколько модулей, их 13 штук разных модулей, причем два из них основные расчетчики звездных параметров упираются на спектры ВП-РП полосах и широкополосную футометрию, а второй на спектроскопию с помощью спектрографа измерителя лучевых скоростей, спектрографа с разрешением 11,5 тысяч. Ну, плюс еще расширенные параметры, система определения расширенных параметров, которая ориентируется на конкретные объекты. Ну, объектами, которые анализируются в рамках этих модулей, звезды, двойные звезды, экстравнегалактические объекты, межзвездные объекты, ну и, наконец, нечто, что выбивается из всего остального. На входе в эти модули подается данные и астрометрии, я не буду детально, разумеется, в этой таблице разбирать ситуацию, вот, XP здесь, это спектры, вот, BPRP, как напоминаю, что измерение блеска в двух полосах, оно ведется с помощью фактически призменных спектрографов низкого разрешения, но это спектры, а не просто оценка видимой величины вот в этих двух синих и красных полосах. Вот, спектроскопия, параллаксы, звездные величины, в общем, в каждой из этих модулей работает с определенным набором астрофизических параметров, определенных с помощью ГАИ, и в результате удается для довольно значительной выборки, удалось получить оценки параметров. Оценки параметров делаются на основе теоретических библиотек звездных спектров распределения энергии, которые показаны вот в этой табличке. Видите, целый ряд проектов, которые были посвящены этому делу. Существуют библиотеки, которые содержат звезды с определенной эффективной температурой, определенным классом светимости, то есть логарифм силы тяжести G и определенной металличностью. Мы видим, что в каждой из этих проектов тысячи моделей. А тут показаны, как выглядят эти сетки моделей. Всего 51 373 объекта с синтетическими спектрами. И тут показаны эти сетки на двумерных диаграммах. Логарифм G, температура, температура, металличность, металличность содержания альфа-элементов, металличность, логарифм G. И мы видим, что эти плоскости достаточно плотно усеяны моделями, на основании которых путем их сравнения с тем, что путем натягивания этих моделей на данные Гайя удается определить астрофизические параметры. Вот тут я показал картиночку, которая как раз подтверждает то, что в полосах БП синей и красной полосе мы действительно имеем дело со спектрами, они просто с звездной величиной получены вот в этом в таких вот больших диапазонах. тут вот 120 пикселей, каждый из которых содержит большое довольно-таки количество исходных геометрических пикселей и, по сути дела, проходя через эту матрицу, звезда оставляет след в виде такого спектра низкого разрешения порядка 30-70. А суммирование всех пикселей дает как раз звездной величины. Так что это спектры в первую очередь. И вот мы с вами видим, как модельные спектры в этих двух полосах сочетаются с реальными спектрами. Вот две верхних панели, это модель Маркс, а это реальные наблюдения для звезд разной температуры в диапазоне от двух с половиной до семи с половиной тысяч кельвинов. Но мы видим, что более или менее хорошее согласие между такими моделями. И вот именно то, что модуль Апсис опирается на заранее рассчитанные модели звезд разных металличностей, разных алгоритмов уже эффективных температур, дает возможность оценить параметры даже по таким спектрам низкого разрешения. Модули Апсис покрывают по сути дела всю диаграмму Гершева-Рассела, тут она показана в координатах эффективная температура, абсолютная величина в полосе G, и мы видим, что фотометрический модуль, он вообще всю диаграмму покрывает, спектральный модуль, синенькая линия, вот у него на основном это главная последовательность вблизи точки поворота и, соответственно, звезды высокой красной звезды, холодной звезды высокой светильности. Для определения параметров, как всегда, используются какие-то обучающие выборки звезд. Ну и общая статистика того, что нам дает Игайя сейчас, третий релиз Игайя, это 470 миллионов звезд, у которых по спектрам низкого разрешения определены эффективная температура, логарифм G, общая металличность, и всего 6 миллионов, у которых все то же самое сделано на основе спектроскопии среднего разрешения. Радиусы 470 миллионов, массы даже оценены, 140 миллионов, возрасты 120 миллионов. Поэлементный химический состав, естественно, его можно определить на основе только рвс спектроскопии, то есть спектроскопии среднего разрешения, 5 миллионов объектов, спектральная классификация большого числа звезд. И все вот эти параметры, они доступны нам с вами в системе визирь, службе каталогов, вот каталог И-355 парамсуб, дополнительный каталог с дополнительными параметрами для всех этих звезд. связаны, как связаны, ну, насколько хороши определенные параметры? Вот на этих диаграммах показано сравнение радиусов и светимости звезд, выведенных модулями Апсис с литературными данными. Значит, два левых, две левых панели, панели это по массовым данным спектроскопии призменной, а с правой спектроскопии дифракционной. Вот по вертикали здесь везде относительное различие звезд, относительное различие радиусов и светимости, тут радиусов, тут светимости. То есть, вот эта горизонтальная линия, это никакого различия нет. Ну, мы видим, что все-таки разброс достаточно серьезный, и причем этот разброс зависит от точности и от точности, и от того, насколько хорошо определена эффективная температура звезд. А здесь, соответственно, вот то же самое, но аналогичная картина наблюдается. Ну, то есть, вот, глядя на такие картинки, можно примерно сказать, что какое-то представление о радиусах и светимости данные гаи дают, но к ним надо относиться с осторожностью, по крайней мере, пока. Тут то же самое для массы и возраста. Вот эти две панели. Масса, а вот это вот возрасты. Ну, причем здесь не различие возрастов, а корреляция между литературными возрастами звезд и возрастами определенными абсис. А вот это диагональ. Ну, диагональ вроде так симметрично относительно всех точек, но разброс, конечно, ужасающий. Ну, из этого можно сделать вывод, что, конечно, пока что к этим данным, полученным на основании 34 месяцев наблюдений, надо относиться с очень большой осторожностью. результаты анализа всех вот этих данных в двух статьях приведены. Вот статья Андрея с компанией 23-го года, и вот статья, сейчас скажу, кого, статья Ресел Бланка с компанией тоже 23-го года. Для тех, кто хочет этим заняться, если кому-то нужна астрофизика, то, конечно, надо вот эти две статьи смотреть. Ну и вот в этой последней статье здесь показаны сравнения с литературными данными для больших выборок звезд, содержащих сотни тысяч звезд. Вот, например, это как температура наблюдаемая, то есть, ненаблюдаемая, скажем так, выведенная в спектральном модуле абсис с литературными оценками соотносится. Ну, мы видим, что вот зеленые данные, наиболее точные данные, они достаточно хорошо лежат вдоль диагонали. А вот с логарифмом Ж несколько хуже. Абсис дает слишком завышенные значения логарифма Ж. Ну, что касается общей металличности, то согласие неплохое, но рассеяние, как вы видите, тоже достаточно большое. Ну, что можно отсюда сделать? Какой вывод? Если уж вам очень не втерпешь получить какую-то астрофизику, которой вы из других источников получить не можете, вы можете, конечно, этим пользоваться, имея в виду, что у вас могут быть большие случайные ошибки и некоторая систематика. Подводные камни вот всех этих результатов. Значит, авторы каталога говорят, что если речь идет о переменных звездах, то во всех этих астрофизических таблицах применены, выведены параметры, определенные по усредненным спектрам и звездным величинам для каждой переменной звезды. а что-то среднее, оно, конечно, весьма и весьма нефизично. Дальше, в плотных полях, поскольку БП, ИРП, чипы, которые измеряют блеск, регистрируют спектр, призменный спектр в этих полосах, они имеют довольно длинное, довольно большое поле зрения, то есть спектральные окна, где, собственно говоря, фотоны накапливаются, оно большое и для ВПРП, и немаленькое для спектроскопии, то в плотных полях вы ничего хорошего не получите. То есть все оценки для плотных полей, они будут не очень хорошими. Теперь, массы, возраст, эволюция. Значит, по умолчанию для оценки вот этих параметров использовала солнечное содержание тяжелых элементов, то есть 0,0152 по, так сказать, по массе тяжелых элементов тяжелее гелия. Ну и ошибки могут быть просто недооценены. Поглощение. Величина поглощения в пике полосы В дана в этих каталогах, но существует систематика на малых и больших поглощениях, как показал анализ в статьях, которые я вам процитировал. Ну и естественно в плотных областях, то есть в плоскости галактики использовать это, конечно, нельзя. Но есть еще множество подводных камней. Я для интереса попробовал сделать вот какую вещь. Я взял, построил диаграмму Киля. Вы знаете, что диаграмма Киля это зависимость между эффективной температурой и логарифмом G. Если и тот, и другой параметры рассчитаны верно, то в любой области галактики у вас эти диаграммы не будут никак зависеть от расстояния. То есть где бы вы их не взяли, они будут примерно одинаково выглядеть. Вот для скопления Месье-67 старого рассеянного скопления, которое наблюдается в достаточно прозрачность области пространства на большой галактической широте, хорошо изученные скопления, диаграммы имеют такой вот классический вид. И я взял скопление Ванденберг-130, погруженное скопление, где дифференциальное поглощение, где звезды на разных стадиях эволюции, в том числе и прото-звезды, не дошедшие до главной последствии, там эта картинка, только ну очень с хорошей фантазией, видеть какую-то общность вот с этой картинкой. Вот отсюда можно сделать вывод, что, конечно, не всё так хорошо ещё пока с астрофизическими параметрами. Очень важной основой каталоги Гайя явились для тех, кто изучает звёздные скопления, рассеянные и шаровые. С чем это связано в первую очередь? В первую очередь это связано с высокой точностью собственных движений звёзд. Вот в последнем релизе для звёзд ярче 15-й величины в полосе G ошибка вот такая, а значит вот с помощью вот этой вот формулы мы можем прикинуть, с какой ошибкой тангенциальные скорости мы измеряем. И вот даже на расстоянии в 5 кПс такая характерная точность тангенциальных скоростей лучше километра в секунду. А это как мы с вами знаем сравним с дисперсией скоростей в рассеянных звёздных скоплениях. В шаровых скоплениях это более чем на порядок выше рассеяния скоростей. А это значит, что мы собственные движения звёзд Гая можем эффективно использовать для выделения членов звёздных скоплений на фоне более близких, более далёких звёзд. И вот на этой картинке я показал плумерную диаграмму собственных движений для области скопления МСЕ-67 где мы видим обширную область занимаемую звёздами фона и очень компактную область занимаемую звёздами членами скопления. Ну это конечно в идеале хорошо так различаются центроиды движения звёзд фона и центроиды скопления во многих случаях это гораздо сложнее выглядит но тем не менее критерий близости собственных движений остаётся одним из самых важных критериев позволяющих выделять члены рассеянных скоплений и дальше получать различные параметры скоплений включая расстояние. Ну вот на основе Гая вышел целый ряд работ целый ряд работ начиная с второго релиза посвящённых изучению звёздных скоплений. Тут и открываются новые скопления вот мы видим охота за рассеянными скоплениями в Гае ДР2 582 новых звёздных скоплений пример такой вот закрываются скопления я дальше скажу о паре работ которые наиболее интересными нам тем кто занимается рассеянными шарами скоплений кажется вот но к чему сводится использование собственных движений в первом приближении можно считать что звёзды фона имеют эллипсоидальное распределение с некоторым центром с некоторой корреляцией компонентов собственного движения с характерными дисперсиями и звёзды скопления тоже имеют распределение в какой-то компактной области с какими-то средними и с какой-то дисперсией и строится ищутся параметры вот такого двойного гауссового распределения одно из которых относится к скоплению а второе относится к звёздам фона ну тут я не буду детализировать параметры тут средние значения дисперсии коэффициент корреляции между компонентами собственных движений если у нас большая выборка звёзд то с помощью алгоритмов оптимизации легко удается определить так сказать все характерные параметры а дальше что? а дальше очень просто мы можем для каждой звёздочки на двумерной диаграмме определить вероятность принадлежности этой звезды к звёздному скоплению она определяется вот каким образом вот если это функция распределения собственных движений для скопления а это функция распределения для фона НС полное число звёзд относимых к скоплению НС число звёзд относимых фону то тогда мы вот можем взять вот такую вот величину где знаменатели для маленькой области вокруг мио-альфа мио-дельта или мио-мио-б вероятность функции их функции распределения а вот это вот полная величина вот это произведение есть не что иное как число звёзд принадлежащих скоплению вот в этой вот узкой области это тоже число звёзд принадлежащих капли а это число звёзд принадлежащих фон тогда под вероятностью мы понимаем долю звёзд большой пик вблизи нулевой вероятности это звёзды фона некоторый печок с большой вероятностью близкой к 100% это звёзды скопления разумеется это не единственный критерий членства потому что на самом деле у звёзд должны быть близкие параллаксы соответственно близкие лучевые скорости звёзды должны показывать концентрацию к центру скопления у них должен быть характерный вид диаграммы Гершана-Рассела и на самом деле те люди кто изучает звёздные скопления они используют целый ряд вот таких критерий по сути дела совокупность всех этих критериев это есть не что иное как один из вариантов кластерного анализа вот но собственные движения здесь очень важны потому что это первое что позволяет выделить потенциальные члены на фоне других звёзд вот я обращаю внимание на одну работу Эдуарда Бики с компанией которые предложили для дальнейших исследователей звёздных скоплений каталог содержащий около 11 тысяч звёздных кандидатов в звёздные скопления причём этот каталог получен на основе синтеза детального анализа разных всенебесных каталогов оптических инфракрасных и наземных и космических вот у них самый обширный список для последующего изучения и как раз результаты Гайя в перспективе позволят его очень хорошо так сказать прошерстить вот вот немножко ещё вот такая по исходе Байвер Джонса значит мы с вами решили что Байсовский подход в принципе очень хорошая вещь ну вот для звёзд поля безусловно Байсовский подход геометрическое расстояние фото геометрически очень хороши но дело в том что само существование звёздного скопления как некоторые области в пространстве где много-много звёзд оно противоречит вот этому Байсовскому подходу например геометрических расстояний поскольку не укладывается в гипотезу экспоненциального уменьшения звёздной плотности поэтому в применении к скоплениям надо этот подход модифицировать а именно все звёзды в данной области в направлении на скопление надо описывать двумя распределениями Байлер-Джонсовским звёзды поля и нормальным законом для звёзд скопления и это реализовано в целом ряде работ одна из статей посвящённых последних статей посвящённых рассеянным скоплениям которые являются с моей точки наиболее ценной это статья сделанная двумя аспирантками Гейдельбергского университета Германии вот которые как раз и предлагают нам обширный каталог данных о звёздных скоплениях полученных на основании третьего релиза Гайя для выделения членов они использовали такой универсальный иерархический алгоритм кластерного анализа HDB-scan который хорошо сейчас известен и вот они рассмотрели 730 миллионов звёзд в полях 7000 с лишним рассеянных звёздных скоплений прошерстили и в результате открыли 2400 новых рассеянных скоплений а заодно закрыли 1152 рассеянных скопления из каталога Харченко с компанией который до сих пор до эпохи Гая считался наиболее представительным и ну вот мой опыт показывает что они получают очень неплохие оценки физических параметров скоплений в этой их работе вот распределение скоплений по возрасту логарифм возраст по горизонтали гистограммка вот синяя кривая это то что вот они получены в их работе много скоплений такого возраста сравнимого с галактическим годом есть и молодые скопления есть и старые скопления вот а так выглядит им удалось кроме того еще и у некоторых рассеянных скоплений найти приливные шлейфы скопления движутся в суммарном поле Млечного пути Млечный путь это массивная галактика да и скопления неизбежно теряет звезды они вылетают из скопления с небольшой скоростью образуют два шлейфа один опережает скопление по орбите а другой отстает от него до этого в рамках проектов Словановского обзора были найдены десятки шлейфов карликовых галактик окружающих наш Млечный путь шаровых скоплений а вот вот здесь вот здесь вот обнаружены шлейф рассеянных скоплений ну и соответственно как выглядят эти диаграммы это очень интересно вот скопления из их работы вот таким вот образом видны в распределении на плоскость галактики ну новые объекты это а их как я уже сказал 2400 штук они желтеньким цветом выделены причем мы видим что даже вблизи солнца есть много ранее не найденных скоплений вот а так вот выглядит распределение скоплений в проекции на постской галактике в зависимости от возраста возраст указан цветом и вот синий фиолетовый цвет это самые молодые объекты и мы видим что они ну более или менее как-то уверенно такие вот отрезки спиральных рукавов трассируют как это и получается на самом деле с помощью вот этого же алгоритма HDB-scan можно и искать кластеры не гравитационно связанных систем такими какими являются рассеянные шаровые скопления а скажем молодых объектов вот одна из работ с автором который Елена Вячеславовна является хорошая работа на основе оба звезд то есть самых молодых звездных объектов галактики почти 50 тысяч молодых звездных скоплений по данным третьего релиза ГАИ получено распределение получены кластеры таких молодых объектов ну описание HDB-scan вы те кто хочет можете найти вот в этой первой статье где этот иерархический метод написан существует для него программы на питоне в том числе и вот так выглядит связь между минимальным размером кластера и числом звезд дело в том что любой алгоритм кластера на анализ он требует чтобы туда руками что-то закладывалось и вот один из параметров который закладывается руками это скажем размер кластера минимальный размер кластера ну вот в данном случае вот где-то хорошим делением является размер кластеров 10 парсек ну и содержание число членов кластере больше 20 объектов вот если спроектировать найденные кластеры а их найдено больше 200 они выглядят в распределении на плоскость галактики вот таким вот образом ну не удивляйтесь что существует какая-то радиальная вытянутость как в моё время говорили пальцы бога потому что конечно расстояние основанной на параллаксах они обладают значительной ошибкой и даже если формально посмотреть на хорошо изученные звездные скопления и по параллаксам найти расстояние вы увидите что оно вытягивается вдоль луча зрения достаточно значительной величины так что это связано с ошибками параллаксов много это или мало 214 это достаточно много потому что все современные все до гаевской эпохи каталоги звездных ассоциаций а изучение звездных ассоциаций начато Виктором Амазасповичем Амбарцумяном еще в конце сороковых годов и куча работ посвящена этому они содержат ну где-то десятки пять шесть семь десятков таких молодых объектов а тут мы видим что их на самом деле может быть и больше вот так вот они распределены это область размером примерно полкилопарсека так вот они распределены в диске галактики по галактической долготе и галактической широте вот аналогичная работа была сделана студентом Елены Вячеславовны Егором Семцовым по молодым звездным объектам и тоже найдено целая куча кластеров так что Гая в этом плане помогает очень хорошо изучать объекты в нашей галактике что касается шаровых скоплений то а их примерно 170 у нас сейчас известно то у них на самом деле и до сих пор были и хорошо известны фотометрические расстояния с надежным достаточно надежные с высокой точностью поэтому Гая что здесь в нового внесло во-первых определение собственных движений и возможность получить возможность изучить пространственное движение шаровых скоплений вот а во-вторых изучать динамику внутреннюю динамику шаровых скоплений поскольку точность собственных движений позволяет уже находить такие эффекты как вращение скоплений по характерному поведению векторов собственных движений находить анизотропию в скоростях и так далее и так далее ну вот примеры того как все это выглядит в двух шаровых скоплениях NGC 1851 NGC 7904 показан вот здесь ну вот тут что у нас видно тут у нас скорость вращения а вот как ведет себя дисперсия скоростей мы видим что дисперсия скоростей как следует это с простых моделей Кинга действительно падает к периферии скопления то же самое относится к этому скоплению вот я слишком много не буду об этом говорить покажу диаграмму которая построена тоже Васильевым и Баумгардом по данным третьего релиза Гая определение параметров орбит поскольку известно расстояние лучевая скорость и собственные движения из Гая можно определить характер движения задав какое-то гравитационное поле в некотором гравитационном потенциале мы видим что у каждого скопления есть определенная эксцентричность орбиты и то что можно назвать в первом приближении размером большой полуоси хотя конечно эти параметры они четко определены только для кеплеровского движения а у шаровых скоплений будет некоторое рассеяние этих параметров и мы видим сильные эксцентричные орбиты на разных расстояниях и почти круговые орбиты тоже на разных расстояниях в общем полный набор таких вот шаровых скоплений Гая дает нам возможность применить новый метод изучения кинематики галактики вот раньше вот мы строили модели скажем кривое вращение пользуясь формами Боттлингера для какого-то набора звезд собственными движениями с расстояниями с лучевыми скоростями причем таких объектов могло быть всего лишь несколько сотен или там пара-тройка тысяч а сейчас для многих объектов Гая которые мы считаем стандартными свечами такими как гиганты красного сгущения мы можем определить фотометрическое расстояние до тригонометрического еще пока далеко но у них есть хорошие собственные движения расстояние и у многих лучевые скорости то есть есть трехмерный вектор скорости и мы можем в большом объеме галактики для большого числа объектов просто сделать карту собственных карту движений объектов пока опираясь на фотометрические расстояния вот пример того как это как ведут себя звезды красные гиганты вот тут показана диаграмма гесса то есть трехмерные диаграммы гершина рассела и вот этот квадратик прямоугольничек выделяет звезды красные гиганты основная часть основные основная масса звезд в этой области гиганты красного сгущения вы знаете что это гиганты находятся на стадии эволюционной эволюционной стадии горения гелия довольно длительной фазе и поэтому они кучкуются к этой области вблизи основания ветви красного гиганта находят и мы видим что они кучкуются с вами по цветам и по звездным величинам то есть мы можем действительно сказать что это стандартные свечи и на основе большой выборки содержащей больше 900 тысяч таких вот гигантов построены такие кинематические карты это вид сверху на плоскость галактики красным цветом показаны разные компоненты скорой красным и синим цветом соответственно положительно отрицательные компоненты скорости на верхней диаграмме это радиальные скорости систематического движения по направлению центра антицентр а по горизонтали вращательный компонент скорости вот мы видим что вот на это если картинку посмотреть мы видим что действительно все объекты имеют достаточно значительную скорость вращения от 220 до 240 примерно километров в секунду проявление вращения диска а справа это соответствующие дисперсии скоростей и мы на таких картах что приятно зримо видим как стратифицированы эти галактики в поле скоростей и даже в поле температур то есть в поле дисперсии скорости это позволяет нам более менее детально обсуждать то что творится в нашей галактике простые модели ботлингера или какие-то другие это не описывают там все усредняется а тут детальная карта и вот еще одна интересная карта по двум с лишним миллионам красных звезд выделен сектор с раствором плюс-минус 15 градусов если смотреть от центра галактики на солнце туда и сюда и слой достаточно толстый в несколько килопарсек звезд и для этих звезд построены диаграммы скорость вращения дисперсия скоростей тангенциальных и мы зримо тут видим что кинематическое деление объектов вот этих красных гигантов на звезды тонкого диска которые обладают большой скоростью вращения а толщина диска порядка одного килопарсека и толстый диск который достигает двух с половиной трех килопарсек с гораздо меньшей скоростью вращения но при этом дисперсия скоростей у них совершенно противоположны тонкий быстро вращающийся диск холодный у него дисперсия скоростей сравнительно маленькая а толстый медленно вращающий диск 150-160 километра достаточно горячий дисперсия скоростей велика и с помощью этих данных мы можем просто тупо построить зависимость скорости вращения от расстояния до центра галактики получить кривую вращение наблюдатель не опираясь ни на какие простенькие модели типа кривое вращение построенным методом ботлингера ну а тут ход дисперсия скоростей вот то самое то что мы видим частично плоское кривое вращение до расстояния 14 килопарсек со спаданием дисперсии скоростей от центра галактики так что вот эти диаграммы они очень хороши ну конечно мы можем и продолжать работы по классическим определениям кривое вращение вот например вот кривое вращение по цифиидам но расстояние да собственные движения лучевые скорости взятые из ГАИ и других источников а расстояние пока еще фотометрические вот интересный один результат просто поразительный результат по определению векового ускорения солнечной системы по астрометрическим данным ГАИ значит о чем идет речь ну вы все знаете что такое эффект аберрации знаете да аберрации света вот если мы с вами движемся туда куда будут смещены все звезды туда кучковаться так что угол между направлением на линию движения и звезду реально будет меньше чем он есть на самом деле наша солнечная система участвует земля и вообще наблюдатель мы с вами как наблюдатели участвуем в целом ряде движений в галактике ну во первых вращение земли но это есть наземные наблюдения движение по орбите напрямую касается ГАИ движение солнца в галактике как движется солнце в галактике оно движется по орбите близкой к круговой со скоростью около 250 километров в секунду движение галактики относительно местного объема которое хорошо прослеживается по дипольной анизотропии реликтового излучения со скоростью 600 с лишним километров в секунду и каждое из этих движений оно к чему приводит оно приводит к тому что в координаты и собственные движения всех объектов в том числе реперных квазаров замешана вот эта вот самая аберрация для тех движений которые мы хорошо знаем мы это просто можем задать руками суточная аберрация годичная аберрация это мы знаем вот в этой работе имеется ввиду вот что имеется ввиду вековое ускорение солнечной системы за счет того что солнечная система движется по круговой орбите со скоростью где-то примерно в таком диапазоне и направление вектора скорости меняется за год легко сообразить что при расстоянии 8 килопарсек да ну формула тут какая я тут не нарешал формулу вот формула для ускорения скорость солнца в квадрате делить на галактоцентрическое расстояние солнца и вот это вот ускорение за год составляет вот такую величину 7 на 10 минус 6 километров секунды в год в переводе на собственные движения годичные изменения собственного движения это будет 5 микросекунд в год и вот оказывается что квазары позволяют возможность независимой оценки вот этого эффекта и подтверждение вот такой численной оценки 5 микросекунд в год оно позволяет сказать что у нас хорошая реперная система отсчёта и вообще мы умеем наша астрометрия хороша вот тут картинка как за счёт аберрации у вас должны за счёт аберрации связанные с ускорением годичным ускорением солнца к центру галактики должны быть векторы собственных движений направлены вот и это всё оказывается наблюдается вот в выборке миллионы двухсот тысяч квазаров с пяти параметрическим решением и четырёхсот тысяч квазаров с шести параметрическим решением включающих псевдоцвет как раз обнаружено вот какая величина этого эффекта пять ноль пять плюс-минус ноль тридцать пять микросекунды дуги в год более того в параметр задачи может входить координаты того центра к которому солнечная система ускоряется в направлении которого она имеет ускорение и вот если эти координаты заложить в модель то можно их определить с какой-то ошибкой смотрите что получается L 359 градусов B минус 3,3 практически в точности центрального центра галактики и вот конечно прелесть ГАИ состоит в том что даже вот такие тонкие эффекты можно найти с помощью модели которые включают в себя аберрационные эффекты что тут ещё нужно указать значит мы с вами знаем что квазары объекты достаточно сложные и в джетах есть релятивистские изгустки которые могут двигаться с релятивистскими скоростями и давать нам кажущееся собственное движение квазара так вот аберрация работает вне зависимости от внутренней структуры этих источников есть ли джеты нет ли джетов вот эта задача она так сказать ну как бы независимо решение этой задачи от того плохие джет собственное движение или неплохие собственные движения у квазаров одна из основных задач с моей точки зрения одна из интереснейших задач которая позволяет решить ГАИ это поиск и изучение шлейфов звездных скоплений и галактиков спутников в гравитационном поле галактики ну сути как раз в том о чем я говорил любая звездная система не имеет границ и взаимодействие звезд друг с другом приводит к тому что звезды теряются легко сообразить что звезды уходят из звездной системы с очень небольшой скоростью они выходят в двух противоположных направлений как с двух точек лагранжа осевой и внешней L1L2 и образуют два растущих шлейфа один из которых опережает скопление на орбите а другой отстает если эти шлейфы достаточно длинные то мы можем считать что форма этих шлейфов воспроизводит виток часть витка орбиты звездной системы в гравитационном поле галактики а задача определения гравитационного потенциала распределения массы галактики это очень сложная задача которая имеет очень длительную историю и вот благодаря в первую очередь в начале наблюдениям сослоновского обзора где были обнаружены такие прерывные шлейфы а теперь и в ГАИ открывается возможность с помощью этих шлейфов накладывать жесткие ограничения на форму гравитационного потенциала каким образом звезды да работ на эту тему основанных Магайя достаточно много но вот и Бата и Малхан это вот два автора меняясь в качестве первых авторов они написали целый ряд таких статей и вот одна из них еще не вышел только в архиве выйдет в этом году самая такая сильная работа вот так вот примерно выглядит распределение шлейфов звездных скоплений и спутников галактики и шлейфов которые не связаны с каким-то видимым объектом в проекции на небесную сферу вот вы видите такие вот совокупности дуги такие состоящие из отдельных звезд разного цвета цвет здесь указывает расстояние от Солнца вот желтый и красный это большие расстояния синий и фиолетовый это маленькие расстояния и вы видите что некоторые из этих шлейфов имеют большую угловую протяженность на небесной сфере десятки градусов то есть мы видим большой кусок орбиты а если есть какой гравитационный потенциал галактики однозначным образом определяет орбиту скоплений если орбиту системы если у вас есть координаты этой системы и вектор скорости и вот наблюдая звезды шлейфов если мы их хорошо выделим мы каждой звезде можем приписать расстояние раз лучевую скорость два и два компонента собственного движения то есть у нас есть три координаты три скорости шестимерное фазовое пространство ну плюс к тому еще определенный вид диаграммы цвета величина который позволяет оценить возраст и такие вещи делаются вот и значит наша задача такая большая я бы сказал что сейчас пока это еще сверхзадача найти такой гравитационный потенциал который вот все эти шлейфы вместе объединит то есть позволяет объектам двигаться по таким вот кускам орбит задача сейчас решается вот я тут кусочек несколько этих диаграмм цвета величина для таких шлейфов вы видите что они типичные шлейфы старых звездных систем типа шаровых звездных скоплений вот что интересно вот анализ шлейфов точнее динамических параметров шлейфов то есть их угловые моменты их три угловых момента относительно трех разных осей показывает что галактическое гало не представляет собой нечто однородное в нем в гало обнаружены группы таких вот объектов которые обладают близкими свойствами то есть кинематическая структура очень сложная которая что нам говорит о чем она говорит она нам говорит о том что происхождение гало нашей галактики шло в результате многократных слияния различных звездных систем и вот изучение шлейфов оно в частности позволяет нам и такие вещи следы слияния взаимодействия в ранние эпохи формирования нашей галактики прослеживать и это сейчас активно используется ну так вот в этой последней работе таки число таких шлейфов увеличилось сразу на 29 и достигла 87 вот как они все выглядят если смотреть на них со стороны полюса галактики северного и южного полюса галактики видите какие дуги мощные вот это вот кстати очень длинный шлейф это по моему номер 29 новый шлейф который открыт был авторами этой работы но списочек таких шлейфов существует и вот в новых шлейфах 20 29 новых шлейфов тут 24 с половиной тысячи звезд и основываясь на кинематике этих шлейфов авторы попытались сделать композитную модель галактики состоящую из галло сжатого галло с определенным законом распределения и закон распределения и модель включающие тонкие и толстые диски со своими параметрами ну вот модным сейчас методом MC MC знаете что это такое да метод монте-карло основанный на цепях Маркова оценены параметры такой вот сложной модели содержащей один из параметров ну тут вот видно как коррелируют между собой эти параметры связь между ними как конечно очень сложная вот и вот эти параметры здесь вот все у нас нарисованы ну так вот наивероятнейшее значение массы нашей галактики в пределах 50 килопарсек от центра получено это где-то 0,5 на 10 в 12 500 миллиард 500 миллионов 500 миллиардов солнечных масс да вот очень большая величина ну наконец полная вериальная масса порядка 1 триллиона триллиона 10-12 триллиона 1 триллиона солнечных масс правда в этой модели какой-то не очень массивный диск общая масса всего лишь 3 на 10 десятых хотя мы привыкли считать что это 10 в 11 масс солнца ну дело в том что эти все шлейфы они высокоширотные и диск они не очень хорошо чувствуют поведение вся лишняя масса она вгодит вот интересный параметр они определили это относительный вклад темной материи на расстоянии солнца это примерно 1 сотая массы солнечной массы на кубический парфект это примерно 10% от суммарной массы которая оценивалась во многих работах 1 десятая массы солнца на кубический парфект ну вот интересная попытка так сказать привлечь шлейфы для определения для определения динамики нашей галактики и вот еще один интересный результат если взять большое количество карликовых спутников галактики посмотреть по лучевым скоростям и собственным движением как ориентированных орбиты окажется что их орбиты наклонены к плоскости галактики под углом примерно 90 градусов то есть грубо говоря наша галактика окружена роем галактик который образует гигантское полярное кольцо вы знаете что есть множество галактик с полярными кольцами так вот у нас роль кольца такого играют спутники нашей галактики ну и естественно для того чтобы их все удержать вместе нужна масса порядка 1 триллиона масс солнечных солнечных масс ну и пара минут значит точность собственных движений гая настолько велика что даже на расстоянии 50 килопарсек это расстояние большого магеллана облака удается заметить следы вращения галактики вот эти две диаграммы что показывает одна координата вторая координата вот тут собственное движение по одной координате горизонтальной разные цвета разные величины показывают а тут по вертикальной координате ну и если посмотреть на эти диаграммы видно что вот здесь вот большие значения собственного движения значит у нас маленькие значения собственного движения и это оба точек движется вот сюда это движется сюда ну и тут соответственно по другой координате сюда и сюда получается вращение по часовой стрелке с учетом вот этого расстояния 50 килопарсек 60-70 километров в секунду но печально что что вот следы вафельной структуры видны даже в карте на карте собственных движений вот вы видите точки распределения неоднородно но действительно плотная область сотни тысяч звезд и конечных размеров поле гая как и в случае измерения параллакса дает некоторые систематические ошибки с которыми конечно надо как-то научиться бороться и вот так выглядит кривая вращения большого магеллана облака действительно с амплитудой порядка 70-80 километров в секунду на этом наверное я закончу вот может быть вы слышали что открыто не так давно загадочная волна редклифа в населении в структуре вертикальной структуре молодых объектов в окрестности солнца в частности она тоже сейчас и снизу активно с использованием данных гайя если смотреть на плоскость галактики то это вот структура связанная со спиральным рукавом вот тут вот солнце а это дальний от солнца спиральный рукав а если посмотреть поперек вот в этом направлении мы увидим вот такое вот распределение молодых объектов с амплитудой порядка полутора сотен парсек ну и с дневной волны порядка двух с половиной килопарсек ну по-видимому это проявление каких-то вот колебаний считают что это затухающие колебания связанные возможно с тем что они связаны с пролетом какой-то галактики спутника который называют ударником пробил галактический диск и по нему пошли волны ну галактический диск это вращающая система а вращение придает упругие свойства поэтому вот такая вещь удивительно но удивительно то что открыли вот эту волну только сейчас хотя уже давно было известно что в рукаве более близким к центру галактики киля стрельца молодые рассеянные скопления тоже показывают такую же аналогичную периодическую структуру о чем я даже студентам когда-то рассказывал ну вот на этом позвольте мне закончить эту лекцию я практически все успел на правду перебрал пять минут вот если есть какие-то вопросы с удовольствием отвечу народ в ужасе безмолвствует все это есть в вашем распоряжении так что смотрите спасибо большое я намеренно не стал рассказывать об астрофизике потому что ну так сказать пока еще эти астрофизические параметры которые выведены с помощью общез они не очень широко используются ну уже по-моему достаточно эффектно эффектны все эти результаты спасибо